спасибо что смотрите телеканал это weekend business от программа время говорить обсудим сейчас приоритеты модернизации системы образования да вот стало известно у нас сегодня что правительство у нас утвердила их буквально сегодня утром это было ну и я считаю что надо обсудить собственно некоторые вопросы потому что ну очень важный важный момент наше образование я так понимаю что полная реформа будет все будет переписано заново по всем направлениям давайте послушаем премьера вот что сказал мамин к 2024 году заработная плата педагогов и стипендий повысится в два раза будет построено 800 новых школ образование в колледжах на базе 9-летнего среднего образования будет бесплатным для повышения доступности высшего образования в 2025 году количество грантов будет увеличена на 2 процента в целях сокращения оттока талантливой молодежи планируется открытие филиалов зарубежных университетов 20 ведущих отечественных вузов станут точками роста регионов по опыту назарбаев университета будет создано два передовых вуза занимающихся развитием инноваций и новых технологий да ну я пригласил прокомментировать некоторые аспекты вот этого выступления в целом а вот этой большой модернизации наших экспертов прошу приветствовать по skype подключается долгат нарекбаев председатель правления университета ксгю имени нарекбаева уже сурдабаев здесь также зам председателя правления национальной палаты предпринимателей от амикен нур бахит нур мухаммедов профессор кафедры менеджмент евразийского нации университета гумилёва и алимай брашева старший научный сотрудник исследовательского института высшей школы образования назарбаев университета здравствуйте коллеги спасибо что подключаетесь господин нарекбаев давайте с вас непосредственно начнем я так понимаю вот эти инициативы которые премьер озвучил для вас это повышение конкуренции потому что к нам придут я так понимаю зарубежные университеты да но повышение конкуренции это никогда не есть плохо наоборот это хорошо для всех университетов если вопрос о качестве образования конечно но с качеством образования у нас немного плохо почему потому что именно преподавателей в казахстане очень мало то есть необходимо по моему мнению сперва педагогическое образование улучшить и усилить плюс сделать конечно же конкурентность значит специальности преподавателя чтобы люди стремились стать преподавателями из-за высокой заработной платы из-за значит уважение в обществе к преподавателям чтобы люди пошли в образование и значит необходимо усилить именно вот здесь это мое мнение да спасибо большое господин ордобаев пожалуйста вам слово действительно чтобы поднять педообразовать вернее чтобы поднять высшее образование в целом нужно в первую очередь конечно поднимать педообразование и мы в принципе абсолютно поддерживаем было сказано о том что будут вот два новых вуза создана да именно такой с педагогическим уклоном мы правда предлагали 4 охватить север-юг запад-восток ну думаю в принципе наверно с двух вузов тоже можно начинать касательно приходов казахстан именно вузов из-за рубежа это действительно тоже неплохая практика но при этом рассматривать казахстан только лишь наверное ну для для этих университетов рассматривать казахстан только лишь как вот локацию где где можно разместить вузы и где можно обучать только казахстанских студентов это неправильно я думаю что минобразование будет будет рассматривать Казахстан как плацдарм выхода на среднеазиатский рынок и те же самые вузы, которые к нам придут, будут, базируясь в Казахстане, планировать обучать ребят из Узбекистана, из Киргизии, из Туркмении, из Таджикистана. Поэтому, в общем-то, мы с этой надеждой смотрим и более того, есть ряд вузов казахстанских, которые уже проторили дорожку. Я думаю, что сейчас высшему образованию нужно помочь выходить на внешние рынки и это, наверное, подстегнет к развитию. Ну да, какие внешние рынки, если сейчас у нас Минобразование, что делает? Хирургическим путем вырезает вузы, собственно, выкорчевывает их с корнем, потому что качество образования на нуле. Это что, только касается преподавательского состава? Да нет, конечно. Вузы сейчас печатают дипломы. Вот это проблема. Данил, я бы вот здесь вот такой вот комментарий, наверное, внес. Да, действительно, началась такая вот полномасштабная работа по, ну, было бы хорошо, если бы это называлось оздоровлением высшего образования, но, наверное, где-то и зачистка идет, наверное, тоже и оправдана это. Средний процент трудоустройства 71% в наших казахстанских вузах, есть меньше, есть больше, но все же. Чего бы все-таки хотелось от высшего образования, чтобы в первую очередь ориентировались на рынок труда, но при этом мы считаем, что со стороны Минобразования, наверное, какая-то помощь должна быть в этом. Методологическая помощь, управленческая помощь высшим учебным заведениям, потому что, в общем-то, наверное, на корню закрыть частные вузы нельзя. Причем говорить о том, что некачественное обучение ведется только в частных вузах тоже нельзя, но при этом сейчас все санкционные меры, все очень, скажем так, жесткие решения принимаются в отношении только лишь частных вузов. Но, в общем-то, не помним мы, чтобы сняли какого-нибудь ректора государственного вуза за то, что он там провалил академический процесс. Но каких-то вот таких вот решений нет, и при этом мы видим, что есть крайне слабая работа многих государственных вузов. Я думаю, Талгат Максуточ подтвердит мои слова. Да, да, да. Ну, у нас есть еще участники. Давайте предоставим слово. Вот Алима Ибрашева, старший научный сотрудник исследовательского института высшей школы образования Назарбайевского университета. Госпожа Ибрашева, что думаете, как наше высшее образование надо спасать? И в целом вот то, что сегодня в правительстве прозвучало, это по душе вам как специалисту или нет? Вот вы знаете, Данил, я вижу эти все меры, которые вы перечислили сейчас. Я думаю, что вот продолжая разговор о кампусах зарубежных вузов, я думаю, что это хорошая таблетка для системы высшего образования и для страны в целом, потому что признано, что кампусы международных вузов, они останавливают отток молодежи в индустрии. Ну, кто к нам придет? Вот реально, кто к нам придет? Вот серьезно, на наш небольшой рынок, вот в Центральную Азию, в Казахстан, 18 миллионов человек, 19 в Казахстане. Да, опыт показывает, что кампусы зарубежных вузов, они привлекательны для всех. И молодежь, в частности, Центральной Азии, как уже сказал, она может прийти сюда. И здесь, знаете, выгоды еще, во-вторых, потому что поднимется качество обучения, потому что наши казахстанские вузы, они ищут конкуренцию, они увидят действительно хорошие зарубежные вузы, как я надеюсь. Но здесь есть, конечно, большой вопрос качества, потому что, сами представляете, когда главный университет, как бы материнский, находится где-то далеко, и как обеспечить качество, какие нужны процедуры для этого внедрить. Вот это вопрос, но я думаю, что вместе с экспертами, вот с исследователями, эти механизмы будут проработаны. Я этому рада. Да, пожалуйста, если просто у нас времени не так много, давайте еще, ваш коллега, вот на связи есть, Нурбахит Нурбахметов, профессор кафедры менеджмента Юразийского национального университета. Ваш комментарий, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, в принципе, в вашем мнении я согласен, но я хотел, знаете, что сказать здесь. Да, образовательный рынок Казахстана, он будет расширяться, то есть будет вложение новых ведущих фузов зарубежных. Однако, я думаю, что для казахстанских фузов это будет положительный опыт, в плане того, что они будут повышать свою ответственность относительно подготовки своих кадров для внутреннего рынка, прежде всего. Здесь повышается именно ответственность будет повышать. Тем самым, это приведет к конкуренции, которая будет, соответственно, сама конкуренция на внутреннем рынке образовательных услуг, она очистит неконкурентоспособных казахстанских фузов от рынка образовательных услуг. И вот именно, когда мы уже дали академическую самостоятельность и дали еще и правленческую самостоятельность для казахстанских фузов, это уже первые рычаги для того, чтобы очистить казахстанский рынок от неконкурентоспособных фузов. Здесь я не согласен мнению того, что государственных вузов говорят относительно того, что не закрывают эти государственные вузы. К примеру, Казатра уже закрыли, извините, пожалуйста. Это был когда-то достаточно большой вуз, который достаточно давно... Да, вот этот метод закрытия вузов, насколько уже 5 вузов закрылось, это нормально? То есть мы должны продолжить это, на ваш взгляд? Мы должны продолжить. Рынок сам очистить, потому что действительно на сегодняшний день уже качество образования в вузах уже проверяется. Самым первым показателем качества образования вузов это именно образовательные программы, которые готовят частные вузы и государственные вузы сами разрабатывают, самостоятельно разработают. Но содержание и сущность вот этих образовательных программ, вы сами знаете, коллеги, не соответствуют требованиям рынка труда. Отсюда и идет через непосредственно реестр образовательных программ очищение от неспособных образовательных программ, тем самым высшие учебные заведения сами уйдут от того, чтобы не конкурировать уже с состоящими, конкурентоспособными вузами. С другой стороны, уважаемые коллеги, нельзя говорить, на сегодняшний день сейчас и вузы, которые достаточно серьезно конкурентоспособны. Вот, например, представитель, ректор правления Талгар Нарикбаев сидит. Пожалуйста, не хуже вуз. Очень серьезный вуз. Да, но сразу вопрос. Сто процентное есть или, например, трудоустройство выпускников того же вуза, который возглавляет господин Нарикбаев? Потому что сегодня в правительстве тоже этот вопрос был, и премьер заявил, что надо стопроцентное образование, обновление образовательных программ, например, провести, да, на основе профстандартов. Это для вузов. Вот что сказал премьер. Вот. Господин Нарикбаев, пожалуйста. Когда мы говорим о качестве образования, мы очень часто говорим о зданиях, помещениях, строительстве и так далее. Но не говорим о людях. Потому что самое главное – это люди, это преподаватели. Кто будет преподавать нашим студентам? Их катастрофически не хватает. Качественных преподавателей на сегодняшний день в Казахстане день со днем не сыщешь. Понимаете? То есть здесь вопрос именно о подготовке таких специалистов. То есть у нас есть определенные качественные ребята, которые, значит, закончили по Балашаку и приехали сейчас в страну. И мы их привлекаем. Но их немного, на самом деле. Всего 12 тысяч выпустил за все время. Да. Другие, значит, те люди, которые работают непосредственно на корпоративный сектор. То есть у нас здесь проблема. И нам необходимо в первую очередь именно преподавателей найти, именно готовить преподавателей. Но сегодня в правительстве, по-моему, об этом не говорили, кстати. Вот что интересно. По крайней мере, я не услышал. Кто-то коллеги услышал по поводу вот той проблемы, которую господин Нарикбаев поднимает? Да, да, да. Пожалуйста, пожалуйста. По педагогам на самом деле было сказано. Вот там вот, где больше в начале этой презентации говорилось именно о подготовке педагогов. И вот эти вот два вуза, о которых было сказано, что в Шемкенте и в Петропавловске – это вот как раз-таки педагогической направленности. Я бы хотел вернуться к словам коллег. Ну, во-первых, я думаю, что коллега заблуждается на предмет КЗТК. КЗТК – это частный вуз. Это не государственный вуз. Ну, давненько мы не слышали действительно там каких-то мер по госвузам. Причем понимаем, что, может быть, не к нему вопрос, но все же есть вузы из рук вон плохо готовят из числа государственных. Там никаких зачисток не было. Касательно вопроса о том, что кто, Данил, вот вы говорите, кто к нам приедет учиться? Узбекистан. Выпускников школ 450 тысяч. 60 тысяч обучается за рубежом из этих ребят. То есть у нас есть потенциал там взять какую-то часть. 50 тысяч человек заканчивает в Киргизии. Из них половина. 24 тысячи едет за рубеж. Тоже есть возможность кого-то привлечь. 117 тысяч в Таджикистане. 34 тысячи из них за рубежом обучаются. Китай. 8 миллионов человек. 4,6 миллиона из них обучаются за рубежом. Причем, что это не всегда в Штатах. Мы можем занять свою нишу. Нашим вузам сейчас лишь нужно на этот курс настроиться. Вы посмотрите, да. Ужас, я вас понимаю прекрасно. Вот смотрите, сегодня одна мысль, вот я ее еще раз повторю, что среди мер по модернизации системы в целом высшего образования 100% обновление образовательных программ университетов на основе профстандартов. То есть, чтобы у нас рынок труда не был оторван от, собственно, тех, кто готовит, собственно, специалистов. Вот что нам надо, по-моему. Какой лучший преподаватель поедет в регион, если он, значит, привык здесь к жизни непосредственно в Нур-Султане и в городе Алматы. Для него очень трудно оставить этот город и уехать туда. То есть, помимо минимум, в два раза надо больше предложить за по заработной плате, чем он работает здесь, например, в городе. Это раз. Два, значит, ему нужно жилье предоставить. Три, значит, ему нужно школу самую лучшую в этом регионе, значит, найти. Поэтому здесь вопрос, опять же, о преподавателе. Когда мы говорим, что откроем в СКО, значит, новый вуз, университет и в Шимкенте, да, то в СКО вопрос будет стоять. То есть, а где вы найдете преподавателей? Иностранцев? Ну, иностранец тоже. Поездит ли он в СКО? Ладно, он приехал в Нур-Султан. А приедет ли он в СКО? Да, что вы предлагаете в таком случае? Нарастить объемы финансирования, вот, например, вашего вуза, чтобы к вам все ехали, все шли, или что? Да нет, мне не надо ничего наращать. Слава Богу, мы справляемся и будем справляться. Вопрос в другом. То есть, государство, в принципе, принимает адекватные меры. Единственный у меня вопрос в другом, что у нас слишком много вузов в регионах. Эти вузы в регионах, на самом деле, должны быть педагогическими. Они не должны быть многопрофильными. Потому что вопрос именно в том смысле, что, чтобы быть многопрофильным, у тебя должны быть преподаватели достаточное количество. Хороших, умных, качественных преподавателей. Но их нету там в регионах. Поэтому всегда было в советское время, педагогические университеты были, значит, в регионах находились. Это главное. Для того, чтобы они готовили педагогов для этого региона. То есть, учителей этого региона. А если говорим о спеца, есть национальный вуз, есть определенные вузы, значит, частные в том числе. Куда можно было в регионы заказ делать? И таким образом получать специалисты для своего региона. Нынешнее количество университетов у нас достаточно. Я не считаю необходимым и важным строить еще больше вузов. Можно сделать из нынешних, 28, например, государственных вузов. Почему бы их не улучшить и не достроить? И из них не сделать действительно хорошие университеты. Особенность национальный вуз. Да, да. У нас остается буквально несколько минут прямого эфира. Коллеги, давайте, госпожа Ибрашева, ваше мнение насчет этой дискуссии, которую мы сейчас ведем. Пожалуйста. Нарикбаев сейчас говорит о том, что нужно вузы улучшать в регионах. Но там на этом заседании также говорилось о том, что будут улучшаться 20 вузов региональных. Это 5 педагогических и 15 региональных. То есть им будут выделяться средства для того, чтобы они стали действительно конкурентоспособными. Да, на это деньги уже заложены. И это уже информация есть. Поэтому и по педагогическим вузам я в первую очередь рада тому, что большое внимание уделяется реформе педагогического образования, что будут повышены зарплаты педагогов. А это значит, что молодые люди пойдут с удовольствием на учителей в вузы учиться. Потому что до этого, вы знаете, ситуация была аховая. И у нас самыми низкими баллами абитуриенты шли на педагогические специальности. И меня очень радует, что вопрос по профстандартам тоже, по разработке образовательных программ. Потому что теперь обязательно требование будет готовить специалистов именно так, как этого хочет рынок труда и как этот хочет работодатель. То есть в случае с педагогами эта школа будет формулировать требования к педагогическим, к образовательным программам. И я думаю, что это очень большое достижение, очень хорошее утверждение. Ну, судя по всему, у нас скоро свой Оксфорд, Гарвард появится, я так думаю. То есть к нам все поедут, собственно, и учиться со всего мира. Вот если так. Господин Нурмухаметов, пожалуйста, два слова буквально и заканчиваем. Да, я хотел относительно того, что все наши образовательные программы должны быть пересмотрены с учетом наших профессиональных стандартов. У меня вопрос возникает от Амегенова. Кто разрабатывает профстандарты? Я лично был разработчиком образовательных программ и делал экспертизу почти по всем экономическим специальностям через ресторообразовательных программ. 9 тысяч образовательных программ на сегодняшний день, 200 образовательных программ ОНРК находятся. И практически все эти программы, если анализировать, результаты экспертизы показать, то они все дебулируют друг друга. Практически региональные вузы и исторические вузы. А сейчас вам господин Родобаев ответит. Да, у нас просто живая декстура. Мне вопросы возникли относительно того, что не соответствуют профессиональные стандарты по своим содержаниям и нашим образовательным программам. Потому что разработчиками профессиональных стандартов являются практические люди, которые не понимают смысл образовательных программ. Окей, сейчас ответим. Господин Родобаев, только коротко. У нас время вышло уже практически. Пожалуйста. Ну, коллега абсолютно прав. Профстандарты писали люди не из академической среды, а из рынка труда, которые здесь и сейчас работают и являются профессионалами своего дела. Конечно, в отрыве, может быть, от образовательного процесса. И здесь вот как раз-таки задача академического мира, вот эти вот самые требования рынка труда переложить на свои образовательные программы. Поэтому я вот ваше возмущение не совсем понимаю. Профстандарты это такой вот некий свод знаний, умений и навыков. Да, да. Вузы у нас академическая свобода уже год уже. Пожалуйста, принимайте все, что угодно. Будьте конкурентами. И даже сейчас уже госдипломов нет. Будут собственного образца, да, я так понимаю, делать. Это же тоже все ведет к конкуренции. Коллеги, все. Я прошу прощения, время вышло. Очень интересная дискуссия. Еще раз мы с вами встретимся. Я думаю, обсудим, куда нам идти, куда двигаться. Это была программа «Время говорить». Мы обсуждали новую концепцию развития образования в Республике Казахстан. Спасибо за внимание и до свидания.